В эфире Радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днём сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Радио Крым Реалии. В прошлом месяце о том, как, когда, при каких обстоятельствах возникло и распространилось на территории Крыма христианство. Сегодня пришло время поговорить о второй из мировых религий, которые прочно удерживали позиции на территории Крымского полуострова, а именно об исламе. И для того, чтобы представить всю картину распространения этого вероучения в Крыму и сопредельных территориях, я пригласил к беседе Михаила Якубовича, кандидата исторических наук, директора, руководителя Центра исламознавчих студий Национального университета Астрожской академии. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Фильм Роксолана, в конце концов, доносят до большинства и жителей материковой Украины, и обитателей полуострова ту нехитрую мысль, что ислам в Крыму это не что-то такое поверхностное и наносное, а что-то такое довольно глубоко укорененное, я бы даже сказал, в какой-то мере фундаментальное явление. Но прежде чем говорить о том, чем был ислам для Крыма и Крым для ислама, все-таки, наверное, следовало бы начать, так сказать, с аб-ово, с яйца, и хотелось бы в первую очередь сформулировать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как ислам вообще появился в Северном Причерноморье, когда, при каких обстоятельствах первые проповедники появились на территории полуострова и Причерноморье? Проникновение ислама происходило мирным или военным путем, и как отнеслись к нему те народы, которые здесь проживали в это время? На самом деле это вопрос довольно сложный, в силу того, что тут есть целый ряд стереотипов и таких утвердившихся уже позиций, навязанных нам во многом российской исторической наукой, да и повторяемых в других частях мира. Собственно, вопрос вот в чем. Тут мы в первую очередь говорим о Золотой Орде, да, о Золотой Орде как государстве, и у нас, ну, сложилось такое мнение, оно у нас в учебниках постоянно присутствует, что, мол, Золотая Орда – это некий такой агрессивное нашествие с Востока, уничтожившая Русь, которая у нас называется Киевской, потом впоследствии исламизировавшаяся, якобы прервавшая какое-то культурное развитие и так далее. На самом деле процесс был намного сложнее, и если мы говорим об исламе, то, как известно, Золотая Орда начала исламизироваться, ну, так, в полной своей массе только в 1320-х, 1330-х годах, то ислам был в Крыму еще даже задолго до вот этого Золотоордынского правления. Ну, в Крыму, я когда говорю Крым в тот период, то имею в виду не только полуостров, но и в целом юг Украины. Почему? Потому что так в арабских источниках, исторических, в арабских, персидских, в то время Крым и называли. То есть это северное, по сути, действительно северное Причерноморье. Вот это западная часть Большого Дэшт и Кыпчак, Евразийской степи. Это у нас, ну, известная, достаточно известная в Крыму легенда о сподвижниках пророка Гази Мансури и Малике Аштери, хотя, конечно, историчность этой легенды, она во многом вызывает вопросы, что уже в VII веке были некие проповедники ислама в Крыму. На самом деле в южно-юго-восточной части Украины на территории современного Донбасса есть мусульманские захоронения, которые датируются IX-X веком. И у нас происходила в этот период исламизация так называемых аланских племен. Ну, аланы — это тоже, по сути, довольно большая группа племенная, но уже в этот период были отдельные представители, отдельные из них были исламизированы. Хотя письменных источников относительно немного. То есть Крым находился в зоне интенсивного культурного обмена, и уже очевидно, что при черноморских городах Крыма к XI-XII веку, ну, к XII так точно уже, были довольно большие мусульманские группы. Просто поскольку ислам в это время политически не доминировал, а распространялся он именно мирным проповедническим путем, то, скажем, каких-то значительных явлений, трансформаций, связанных с исламом, не происходило. А вот уже где-то во второй половине XIII века, это 1250-1260 годы, здесь уже исламизация приобрела довольно четкий характер, и уже в этот период в Крыму появляются первые исламские проповедники. Это и приезжие, в первую очередь, из территории современного Ирана, со Средней Азии. Довольно большой, так сказать, десант ученых высадился в этот период в Крыму. И уже тут мы можем говорить о зрелой исламской традиции. Вот тут мы подходим к вопросу о том стереотипе, который, безусловно, не мог не оказать влияния на школьные учебники, о том, что ислам сделался государственной религией Золотой Орды в 1312 году, потому что... А вот почему? Вот на самом деле, почему Золотая Орда, почему государство-наследник империи Чингисхана решило оставить веру праотцов, оставить тенгри и тот шаманизм, который у них был, и обратиться к исламу? Было ли какое-нибудь, ну, я не знаю, может быть, полулегендарное, но все же испытание вер, которое приписывают и Хазарскому Кагану, и князю Киевскому Владимиру? Были ли какие-нибудь альтернативные посольства, миссии от католических, православных, ну, в какой-то... в той мере, в которой тогда было? Или ислам был абсолютно безальтернативен и абсолютно неизбежен для Золотой Орды? Ну, в данном случае надо просто понимать, что этот процесс не был связан исключительно с воцарением хана Узбека, взявшего себе имя Мухаммад в 12 или 13 году, 1312-1313. И на самом деле уже в второй половине 13 века отдельные ханы, например, хан Абдаллау, у которого даже ставка находилась на территории Луганской области, они уже значительно интересовались исламом. То есть элита Золотая Ордынская была готова. Почему так сложилось? Дело в том, что Золотая Орда именно на юге и на юго-западе столкнулась в культурном плане с превосходящей мусульманской цивилизацией. И значительно в культурном плане, цивилизационном, организационном и во многих других превосходящей. И поэтому племенной уклад жизни, часть уже на то время исламизированных и тюркских народов, и индоевропейских народов, по сути, наиболее близких этнически и в культурном плане к ордынцам, уже была исламизирована. И поэтому мне кажется, несмотря на то, что в Золотой Орде была относительная веротерпимость, и мы знаем и о христианстве в период Золотой Орды, и о значительных отношениях международных в этот период, по-моему, здесь довольно предсказуемо Золотая Орда пошла в ислам, причем здесь выделяются некоторые проповедники, известный Сарий Салтук, остальные, то есть суфийские направления ислама, которые нашли вот этот, так сказать, средний путь. Когда обращали в ислам, но вместе с тем этот ислам сохранял в себе много элементов той первозданной, скажем, тюркской духовности. И вот поэтому этот процесс, он называется в науке этноконфессионным синкретизмом, то есть когда одна религия изменяется другой, но сохраняет свои элементы. Вот он имел место, и вот буквально на протяжении сотни лет произошли на всем евразийском пространстве, назовем его так, именно вот такие перемены. Но, тем не менее, тут надо все-таки, наверное, уточнить, потому что для большинства наших слушателей, которые являются или не являются, но имеют представление христианской традиции, понятие двуеверия или суеверия, оставшихся в христианстве от языческих времен, более или менее привычны, понятны, в какой-то степени встречающиеся, например, тризна, то есть такой вот пир на месте погребения, в той или иной степени с ним боролась, боролась христианская церковь в любой конфессии, но не поборола до конца, тоже касается там веры во всяких барабашек. А вот, прежде чем там говорить о каких-то исторических вопросах, все-таки этот культурный вопрос, что в этом северопричерноморском исламе осталось от тех древних языческих времен, и вот это вот двуеверие или там эти элементы синкретизма, они дожили до наших дней или растворились полностью и окончательно? Ну, здесь надо учитывать еще один факт. Ислам имеет свой исторический взгляд, да, каждая религия имеет свой взгляд на исторический процесс. И вот, поскольку исламское вероучение в его суннитском образце в первую очередь рассматривает некоторые религии прошлого как, ну, некую частичную истину, то есть что имеется в виду? Имеется в виду, что раньше приходили некогда пророки к каждому народу, они проповедовали единобожие, но люди отступили от этого единобожия, то есть отдельные элементы чужих традиций, по мнению мусульман, особенно суфизма и остальных, они могли сохранять какие-то элементы первозданной религиозности. И поэтому их можно было, в принципе, воспринимать нормально. Ну, что это? Во-первых, мы знаем хорошо даже календары религиозных праздников. Например, тот же самый Навруз, известный для всех практически евразийских народов, такого праздника явно не было в первичном исламском календаре, но он очень тесно переплетает, переплелся с исламскими традициями определенно, то есть с начала Нового года. Дальше у крымских татар есть целый ряд праздников, например, Хидр-лес, известный, и якобы он ассоциируется с Хидром, об котором, может быть, говорится в Коране и тому подобное. То есть тут целый ряд есть персонажей, есть ряд традиций, связанных с одеждой, есть целый ряд ритуалов, например, и похоронных, там ритуалов отдельных, и там брачных, и тому подобное. То есть все это сохраняло национальные традиции тюркские в какой-то степени. Но тут надо просто отметить, что был, можно сказать так, более народный вариант ислама в кочевых обществах и других, и был уже оседлый там, где формировалась наука, там, где действовали суды шариатские, там, где были связи с другими центрами исламскими значимыми, там как раз вот, если мы берем города, городской ислам тот период, можно его так назвать, то там эти элементы, они вычищались значительным образом, и там у нас формировалась такая более, ну, назовем ее, ортодоксальная исламская традиция. Вы говорили о том, что одним из важнейших предпосылок к тому, чтобы ислам завоевал золотоордынское общество, было соседство Золотой Орды с мощными, если можно так сказать, древними культурами, которые к тому моменту уже были исламизированными. Я тут уточню для наших слушателей, что речь идет о территориях современной Турции, современного Ирана, но вот ведь какой вопрос. Положим, на территории современной Турции действительно был распространен ислам суннитского толка, но в то же время на территории современного Ирана как и тогда, так и сейчас доминировал шиитский вариант. Почему не шиитский вариант возобладал среди кочевников в Северном Причерноморье? Почему именно сунниты? Или ответа на этот вопрос пока нет? Нет, я бы немного не согласился. Дело в том, что Персия того времени, а именно государство, там и Газневидов, и Караханидов, и других, и в более поздний период была как раз суннитской. Исламизация Персии именно в шиитском варианте, шиитизация, началась при династии сифевидов в XVI веке. То есть до 1500-х годов на территории Персии, на значительной территории, доминировал именно суннитский ислам в его шиитском варианте. И даже практически все ученые, которые из Персии прибыли в Крым, я отслеживал биографии. Некоторые это из Казвина, это побережье Каспийского моря, город Казвин. Они принадлежали к суннитской традиции. И даже до XVI века, до середины XVI века, многие ученые держались суннитской традицией, вынуждены были потом бежать в Османскую империю от преследований шиитов. То есть Иран, скажем, ранее в политическом плане был суннитским. И по сути, именно поэтому сунизм, особенно в его суфийском варианте, который в тот период доминировал, он имел успех в Золотой Орде. Хотя отдельные шиитские элементы, отдельные шиитские проповедники проникали даже в Золотоордынское сообщество. Например, исмаэлиты известные и остальные. Но их пропаганда особого успеха не имела. Поэтому все-таки в силу различных причин суннитская традиция, она не просто стала основной в Золотой Орде, а даже многие и крымские ханы потом, и остальные лидеры, они считали себя защитниками суннизма. То есть это бы за честь имели защищать именно вот этот суннитский мозгаб в исламе. Вот вы уже упомянули, рассказывая о том, как был устроен ислам изнутри, упомянули исмаэлитов и упомянули суфиев. Все-таки для тех наших слушателей, которые не являются мусульманами и, может быть, неглубоко погружены в эти тонкости, все-таки расшифруйте, кто это были и почему их названия остались в истории. Это, я думаю, все слышали об так называемых ассасинах, когда это одно из искаженных названий исмаэлитов. Дело в том, что ислам, который делится традиционно на три направления, суннизм, шиизм и хариджизм, ну, о хариджизме говорить не будем, он не представлен был на этой территории. Дело в том, что шиизм, то есть особое почитание рода пророка, в нем тоже есть много разных движений. Одно из них — это были исмаэлиты. Это одна из частных, он до сих пор существует в движении. Это была, по сути, группа, которая сохраняла такое религиозно-философское учение, где было несколько ступеней посвящения, и они пытались в первую очередь обратить элиту. Но в Золотой Орде именно преобладал суннитского варианта суфизм. Что такое суфизм? Суфизм — это исламский мистицизм. Это исламский мистицизм, а представители суфизма делятся на разные очень, так называемые, тарикаты, то есть братства. И, например, в суфизме тоже отдельное направление суфизма тоже почитали род пророка, скажем так, чрезмерно. И суфизм был очень терпим к различным национальным представлениям, к различным народным традициям, потому что суфизм ставил себе в идеал такую внутреннюю духовность человека. Но вместе с тем был и суфизм, который пытался защищать внешнюю сторону ислама и исходил именно из таких внешних предписаний. Просто это к тому, что исламский опыт, он чрезвычайно различный. И в тот период нельзя рассматривать любое мусульманское сообщество через призму исключительно единого направления и единого подхода. То есть это очень пестрая такая мозаичная традиция, изучать которую еще можно долгие и долгие годы. Это радио Крым Реалий. В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий», в студию, в которой происходит разговор об исламе в раннесредневековом и средневековом Крыму. И я, Сергей Громенко, говорю с Михаилом Якубовичем. И мы теперь от общих вопросов, давайте перейдем к вопросам более частным, более детальным. Известно ли нам в большей или меньшей степени достоверно, когда ислам превратился... И был ли вообще такой момент, когда он превратился из веры отдельных торговцев и переселенцев в приморских городах в какую-то политическую силу? Иными словами, вот то, что хан Золотой Орды Узбек объявил ислам государственной религии, сразу ли сказалось на Крымском полуострове? Или те, ну, скажем так, наместники, те владители крымского улуса, они сопротивлялись исламизации, предпочитая веру предков? Честно говоря, дело в том, что вот эти процессы исламизации, тут все точки над и расставить очень сложно, потому что вопрос письменности. Первые документы письменные в Крыму, которые касались именно вот крымско-татарской среды, вообще тюркской среды, назовем ее так, они именно, скажем, большая их часть датируется уже исламским периодом. То, что было в доисламский период, относительно мало говорит о верованиях тюрков там и всем остальном именно в Крыму. И вот если мы посмотрим на некоторые исторические свидетельства, одно из самых отличных исторических свидетельств – это путешествие Ибн Батуты в Крым, известного путешественника, который весь мир объездил из Западной Африки. И он прибыл в Крым в мае 1334 года. То есть буквально через 20 лет после того, как хан Узбек взошел на трон и, по сути, ислам стал государственной религией. Хотя, опять же, государственная религия – это такой современный термин, но тем не менее. И мы видим со слов Ибн Батуты, что Крым уже был исламским в политическом, по крайней мере, плане. И другие все свидетельства тоже об этом говорят. То есть исламизировался Крым в политическом плане довольно быстро. В Средневековье вообще вот эти процессы соединения религии и политики, они очень быстро трансформировали общество. Ну, по крайней мере, его внешнюю, такую наиболее движимую часть. То, что там отдельные представители, кочевые, там могли сохранять старые верования и так далее. Это все с годами уходило, трансформировалось. Но уже доминировать начинала именно исламская традиция. И она уже была зрелая, очень зрелая, потому что в тот же период, уже начало XIV века, в Крыму появляются ученые крымского происхождения, исламские. И если мы посмотрим на имена их отцов, дедов, прадедов, а в исламе известна эта традиция сохранять родословную там на многие колена, то мы видим у них мусульманские имена. И это означает, что это уже, по сути, традиция была хорошо укоренившаяся и традиция местная. То есть это не были какие-то приехавшие просто откуда, хотя были и такие, но у них учились местные, и очень быстро приходили люди с новым для тех времен мышлением, то есть исламским мышлением. Ну, к разговору о конкретных персоналиях мы, конечно, вернемся чуть-чуть позже. Но вначале, раз уже мы затронули историю Ибн-Баттуты, такого действительно сухопутного Колумба или сухопутного Магеллана даже, нельзя тут не вспомнить одну историю, которую, ну, насколько это вообще правильно мы понимаем, он приводит в своих воспоминаниях. Что, дескать, в его краях, в такой, грубо говоря, арабской Африке, арабо-берберской Африке, сладости не считались чем-то таким особенно зазорным. Но в то же время, когда он прибыл в Крым, его местные мусульмане убеждали ни в коем случае не предлагать при дворе ханов ханам в подарок эти самые сладости, потому что съесть сладкое для тюрок должно было считаться, ну, каким-то таким немужественным поступком. Он, конечно, забыл об этом благополучно и какую-то восточную сладость хану предлагал чуть позже. Но вот в связи с этим вот такой вопрос. Ислам, он каким-то образом, по крайней мере, в Крыму, если нам это известно, унифицировал культурные традиции? Или религиозная такая надстройка была? А вот это вот глубинное отличие между арабами-мусульманами и арабами-тюрками, она сохранялась? Ну, сейчас действительно трудно поверить, что тюрки где-то в Крыму или в Турции кто-то не ел сладостей, конечно. Вопрос в том, что когда Ибн Батута прибыл сначала на территорию современной Турции, его вообще приняли за шиита. Почему? Потому что когда он совершал намаз, обязательную молитву, он держал руки по швам, скажем так. А среди суннитов так делают последовательной Маликидской религиозно-правовой школы, распространившейся в Западной Африке, и которая была неизвестна местным мусульманам. То есть Ибн Батута испытывал некий культурный шок во многом. И когда он прибыл в Крым, в том числе, где доминировали другие школы суннизма, потому что суннизм тоже делится на свои школы, он чувствовал эту дистанцию. Дело в том, что в тот период и хан Узбек, ну хан Узбек, вошедший в историю Крыма, и не только Крыма, а всего евразийского пространства, как великий и могущественный правитель, он придерживался того старого аристократического уклада консервативного. Это и кухня, и одежда. И даже из ислама, скажем так, они брали определенные религиозные элементы, но культурная интеграция, то есть когда сейчас мы знаем о некой восточной культуре, во многом похожей и в Крыму, и в Африке, и в Йемене, и в Пакистане, вот есть некая восточно-исламская культура, хоть элемент, но есть какой-то такой вот специфик. В то время все это еще было только в процессе. Хотя уже мы знаем, что позже, во времена уже, например, и Крымского ханства, и все остальное, возникли эти придворные традиции, и все остальное. То есть все встало на такие рейки, как оно было на Ближнем Востоке уже длительное время. Поэтому, а вчерашние кочевники, понятно, что они придерживались относительно строгого уклада жизни. И вот Ибн Бату, так как и некоторые другие авторы, вот они об этом свидетельствуют. Вот тут мы уже неоднократно упоминали хана Узбека, который был не только великим правителем, но и великим строителем, и в Крыму его имени приписывают, его именем названа одна из древнейших, если не древнейшая из мечетей, которая, в общем-то, находится в Старом Крыму. И вот мечеть хана Узбека, это был такой культовый центр Крыма? Или это была лишь одна из многих таких ранних мечетей, которые просто не дошли до нашего времени? Какие еще можно найти свидетельства монументальной мусульманской архитектуры на полуострове? Если говорить об архитектуре, то это была, скорее всего, не первая мечеть. Первую мечеть еще с мамлюцким султаном Бейбрасом отождествляют, тоже в Старом Крыму, которая была построена где-то в 1284-1286 году. При хане Узбеке было очевидно, что построена далеко не одна мечеть. Более того, в 20-х годах XIV века при этой же мечети было медресе, и возле мечети сейчас руины этого медресе сохранились. Но дело в том, что такого массового строительства мечетей, как при Крымском ханстве, еще не было. Оно происходило постепенно. Кроме того, поскольку ислам только приходил, то многие, кочевая часть крымского улуса, кочевники не строили мечети. Они молились, и с ними молились их шейхи, там суфийские шейхи преимущественно там, где, как говорится, станут станом, там они и молятся. Это когда уже в Крыму началось развитие оседлой мусульманской культуры, вот тогда больше всего мечетей появилось. Есть еще архитектурные свидетельства тех времен, но есть, не забываем, и письменные свидетельства. Это известная Абубакра Каландара, книга «Каландар-Намэ» на персидском языке, где упоминается хан узбеки, написанная именно в 1320-х годах, считающаяся одним из первых исламских сочинений Крыма. И она сохранилась. То есть, рукопись издана даже несколько лет тому в Казани, факсимильное издание. То есть, вот этот текст сейчас доступен для изучения. Ну, раз уже мы затронули тему рукописей и книг, и кроме того, вы упомянули о медресе, то давайте сосредоточимся теперь на этом вопросе. Что такое медресе? Как была построена система обучения исламу, исламской науке в период до Крымского ханства? И какие у нас самые известные, самые выдающиеся ученые и богословы, и писатели, чьи сочинения с тех времен дошли до наших дней? Вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что вот этот стереотип, который у нас есть в учебниках о том, что Золотая Орда была неким, ну, таким не очень высококультурным образованием, вот как раз благодаря исламу Золотая Орда приобщилась к мировой культуре, в том числе к эллинистической культуре. И не будет даже лишним сказать, что в Крыму в то время изучались Аристотели и Платоны, философия. И она читалась спокойно. Медресе вообще переводится как школа. С арабского, ну, и в тюркские языки это слово вошло. Видимо, что в Крыму наиболее известным медресе было вот это при хане узбеке, Инжибек, Хатун-медресе, и еще, кроме того, Зинджирлы-медресе, но это уже период крымского ханства. Мингли-Гираем основанное. Но был еще целый ряд медресе в Крыму. Оно практически во многих, даже небольших населенных пунктах. Какое было обучение? В первую очередь изучали арабский язык. И арабский язык изучали настолько хорошо, что ехавший из Крыма в хадж мусульманин мог спокойно общаться с мусульманами на аравийском полуострове, в Сирии, и свободно писать на арабском, никогда до этого не посещая арабскую территорию ни одну. И даже могли его принимать за араба и спрашивать, из какого ты племени арабского. То есть настолько хорошо изучали. Потом в медресе изучали исламское право, исламское богословие, комментарии к Корану, хадисы. Например, в самом начале 15 века, это 1402-1404 год, в Крыму два года преподавал Ибн Аль-Базаз. Это очень известный ученый из Средней Азии. И он же в Крыму подготовил целый ряд кадров различных. До него даже у нас есть такие ученые, но я не буду утомлять слушателя различными длинными именами, просто несколько назову. Это Рукна Диналь Крыми, Дияуд Диналь Крыми, которые работали в Египте, занимали большие должности в Магблюдском Египте. Дияуд Диналь Крыми даже возглавлял медресе в Крыму, в Египте, и там писал труды. Потом у нас были такие ученые, как Шараф Аддин Аль-Крыми. Он написал известный труд правового характера. Это начало уже 15 века. Ну и, наверное, один из самых известных этого периода — это Ахмад Аль-Крыми. Это комментатор Корана, мыслитель, который пытался соединить такую суфийскую идею Ибн Арави, идею единства бытия, что всё, что существует, это есть Бог, и ничего нет, кроме Бога, с более традиционной, умеренной исламской теологией, особенно учением Ибн Сины. Их труды сохранились. Просто рукописи, которые в этот период были написаны и в Крыму, и крымские учеными за пределами Крыма, они фактически разбросаны по всему миру. Скажем, труд Ахмада Аль-Крыми, один из трудов, он в Швейцарии находится. Кое с чем мне приходилось работать в Америке, в Принстонском университете. Очень много понятно в Турции, в Египте, в Израиле и во многих других странах. То есть всё это разбросано. Почему? Потому что с этого переписывали. Копии, то есть другие учёные из других регионов тоже этим всем интересовались. И это уже была очень зрелая традиция. И даже, то есть золото-ордынский период, у нас уже в Крыму было целый ряд таких есть имён, которые, ну, оставили значительный след в исламской науке того времени. Это радио Крым Реалий. Ни в коем случае не переключайтесь. Программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко вернётся к вам уже через несколько секунд. Важные события. Спорные заявления. Последние новости. Горячая тема. Всё это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалий. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалий. У микрофона Сергей Громенко. И мы с Михаилом Якубовичем говорим о том, как ислам завоёвывал позиции на Крымском полуострове в эпоху до Крымского ханства. Но перед тем, как перейти к другой теме, я всё-таки хотел бы завершить обзор вот этих вот исторических персонажей. Почему? Ну, даже не так. Дело не в том, почему о них мало говорят. Это более-менее понятно. Вопрос в другом. Вот те имена, которые вы называли, это по большей части уроженцы Крыма? И если да, то к каким именно этническим группам они принадлежали? Можно ли говорить о том, что это вот корень от корня крымчанев? Ну, пусть даже в таком модернизированном понимании. Или всё-таки крымчан там было меньшинство, а большинство было приезжих из Великой Степи, из Средней Азии? Я могу сказать так. Дело в том, что если мы говорим, например, о мной упомянутом Рукнаддине Аль Крыме, то о Рукнаддине Аль Крыме говорится, как о местном учёном крымском. А вот Зияудин Аль Крыме, его сподвижник, этот XIV век, происходил из Казвина, из современного Ирана. Далее, если мы говорим о Шарафаддине Аль Крыме, Шарафаддин Аль Крыме был уже местным. Он родился именно в Крыму. Но что интересно, в мамлюцкой Сирии тех времён, потому что, ну, я коротко объясню слушателям, мамлюцкий султанат, он включал территорию современной в XIV веке Сирии и Египта. Вот. Весь всё это пространство между Сирией и Египтом. Так вот, там есть учёные, у которых есть топонимическое имя, то есть имя, образованное от местности, как Алани, Алани, Аланец. Вот были и аланцы, выходит. Вот есть целый ряд учёных вот с такой вот Алани. И вот таких же учёных с низбой только, ну, топонимическим именем упоминает Ибн Батута. Асы, Асы, Аланы, вот эти народы. И тот же самый, значит, Ахмад Аль-Крыми тоже, очевидно, был крымчанином, потому что иначе бы он указывал другое имя. То есть тут по некоторым учёным можно следить, по некоторым нет. Но в любом случае, даже если кто-то из них не происходил, не родился на Крымском полуострове, они учились в Крыму. И если они уже приобретали такое топонимическое имя, если вот на арабском как Аль-Крыми, Крымский, то означало, что Крым для них был очень важный. Для них это был регион именно их становления, в котором они получали образование и всё остальное. А вообще, надо просто учитывать тот факт, что в то время вот поездка в поисках знания, перемещение с места на место, так называемое по-арабски «рыхля фиталь буль-эльм», то есть путешествие в поисках знания, это считалось благое дело. То есть это считалось как человек, который вышел на путь поиска знания, едет с места на место, преподает там, 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 ему будет за это награда от Господа. То есть в исламской религиозной культуре вот эта академическая мобильность, назовём её так, всегда считалась поощряемым делом. И поэтому рассматривать Крым нельзя изолированно от других регионов, ни в коем случае. Но вместе с тем и нельзя отказывать этой традиции в праве на самостоятельность. И раз уже мы заговорили о путешествиях, одним из столпов веры ислама является хадж, обязательное по возможности посещение Мекки и Медзины. И вот насколько мы можем говорить о том, что во времена до Крымского ханства хадж был традиционным. Все ли там крымские мусульмане его совершали? Известны ли маршруты известны ли там, ну, условно говоря, путевые заметки, какие-нибудь там карты, расчёты стоимости такого путешествия? Это очень интересный вопрос, потому что про это мало что написано. Но есть некоторые исторические свидетельства. В первую очередь, скорее всего, где-то до конца 14 века хадж совершался морем по пути Каспия. А сначала Каспий, потом через Каспий, сюда на юг, Персидский залив, и вот так дальше попасть в Мекку в Медину. Потом, в более поздний период, уже наметился маршрут, который был, наверное, в силе до 20 века, и даже более того, потому что, когда стал исламским Константинополь в 1653-1654 год, когда этот регион стал уже, когда Византия, скажем так, Ромейская империя перешла окончательно по власти Османской империи, вот здесь из Крыма Трабзон, значит, или Синоп, и вот там на юг, через Сирию, и в Медину. Вот, например, в 1407 году упомянутый мною ученый Шараф-1 Аль-Кереми, он сам об этом пишет в рукописи своего сочинения, совершал хадж и совершал его именно через Дамаск. Если вот мы можем даже на карту посмотреть, очевидно, маршрут был такой, Крым, обошли Черное море до Трабзона или Синопа, это уже была Османская часть, и потом на юг в сторону Дамаска, Дамаск Иерусалим, и из Иерусалима, Медина, Мекка. Вот такой маршрут приблизительно мог быть. А мог быть даже и морем через Красное море. И, например, что интересно, Шараф-1 Аль-Кереми, он совершил хадж в 1407 году, вернулся в Крым, а по дороге написал свое сочинение одно, и это сочинение так высоко, он пишет, сочинили ученые в Дамаске, что они даже сделали с него копии, при том, что вот приехал человек сдалека с Крыма, его никто раньше не знал, но он получил высокую оценку у них. Вот это одно из самых верных и автохтонных исторических свидетельств о хадже именно в Крымском Улусе, еще до Крымского ханства. Мы знаем, что в исламе нет такой жесткой, централизованной иерархической вертикали религиозной власти, какая присуща христианству, особенно в его западно-римском таком изводе, но, тем не менее, довольно трудно было бы представить, что любой желающий мусульманин мог бы стать религиозным учителем. Каким образом производилась вот эта вот рекрутация священнических кадров и существовал ли какой-нибудь общий центр управления? Ну, я не знаю, может быть, проводились какие-нибудь соборы, которые утверждали правильность того или иного толкования Корана или школы религиозной? Или в данном случае все было отдано на откуп местным властям и чувству совести? Наверное, второй вариант. Дело в том, что еще в Крымском Улусе, и я вот смотрю по биографии многих ученых, во-первых, был высокий уровень свободомыслия, ну, конечно, определенная самоцензура была, да, потому что ислам — это такая религия, где есть очень мощный социальный регулятор, то есть как я выгляжу перед другими, что скажут другие, как это будет в общественном плане, вот он до сих пор сохранился, вот это ислам как регулятор общественного, нормативного, и поэтому писали, тоже имея определенные пределы в изложении материала, но в Золотоордынский период мы встречаем, даже вот нам Ибн Батута сообщают, были некоторые шейхи, значимые проповедники, они к ним обращались за вопросами, но какого-то единого института, единого органа контроля централизированного не возникло. Даже в Османской империи потом, несмотря на то, что был вот этот шейх Алислам, так сказать, верховный лидер, но на самом деле часто там эти шейх Алисламы менялись, год побыл на службе и пошел, то есть в основном это были местные традиции, кадии, судьи, выносившиеся шариатские решения, потом уже в более поздний ханский период там Бахчисарайский суд, другие, а в целом скажем так, тут преобладал такая децентрализированная модель, где конечное слово, особенно как вот превотворять действительность те или иные нормы шариата, это было за ханом все-таки, да, потому что хан тут играл не только роль, но не только роль играл политическую, но и религиозную, и так было со времен хана Узбека в Золотой Орде. Так почему же при этом таком свободомыслии и децентрализации ислам вообще сохранился в качестве единой религии, а не распался на 10 тысяч различных мелких религий, которые возглавляли там отдельные кадии, которые толковали бы Коран совершенно по-разному, или все-таки ислам когда-то был близок, а потом к такому распаду, а потом опять централизировался? Ну, на самом деле здесь в некотором смысле так и возникло, потому что в исламе есть множество различных толкований, интерпретаций, групп, которые даже выводят друг друга из ислама, и это было раньше, и это было сейчас, но с другой стороны некая общность сохраняется в принципах, почему? Потому что был идеал знания, знания, которые преемственные, то есть чтобы говорить от имени ислама, надо было у кого-то учиться, а тот, кто учился, должен был еще у кого-то учиться и так аж до самого пророка. Вот эта традиция, вот это ученых, которые передают из поколения преемственность, знания, она играла очень большую роль, ну и кроме того, в интересах политической элиты было сохранение единства, поэтому если уж Османская империя выбирала себя по последующим была сунницкой, то она и поддерживала сунизм, хотя и внутри сунизма было очень много различных. И точно так же в Крымском ханстве, где в общем-то как бы шиизм был практически не представлен, и тут мы имеем, скажем, суфизм, сунистский вариант суфизма, и каких-то таких серьезных расхождений тут не возникло, потому что относительно небольшая территория, и в тот же период ставка хана, и политическая элита довольно сильна, ведь считается, что кого, скажем, не учит Коран, того учит правитель, или наказывает правитель, или тот, то есть вот поэтому политическая власть тут играла роль унификатора. А вот раз уж мы затронули этот вопрос, известно, что исламское право, так называемый шариат, оно как бы является вещью в себе, а вот большинство кочевников, которые составляли там население крымского улуса в золотоордынский период, они ведь приняли, принесли с собой, если можно так сказать, великую Ясу Чингисхана, плюс какие-то такие местные традиционные правовые нормы. Вот как это исламское право шариат уживалось с великой Ясой Чингисхана и местными нормами, и когда оно в конце концов победило, и победило ли вообще? Ну, во-первых, отдельные ученые в период уже исламские ученые 13-го века, 14-го, они объявляли Ясу вообще книгой, которая построена на чистом неверии, осуждали ее, но если мы говорим в Крыму, то в Крыму у нас распространилось два религиозно-правовых школы, это шафиитская и ханафитская, это все сунизм, а ханафизм очень широкую роль отводил именно местному праву, урфу или адату, как его называли, то есть здесь терпимо относились к разным местным традициям до тех пор, пока они не делали чего-то слишком вызывающего, и поэтому если в каком-нибудь там селе или где-нибудь там в кочевом обществе что-то, какие-то споры решались по местному принципу, без выхода за пределы шариата, то есть не было наказаний, которые не были одобрены шариатом, или не было каких-то ритуалов, которые отвращают от ислама, это все считалось абсолютно нормальным, вот поэтому вот эти местные традиции, но это не то, что конкретно там Яса Чингисхана, потому что она тоже не была каким-то таким каноническим кодексом, это скорее была попытка просто как-то унормировать все, но вот эти местные золотаргинские традиции, то, что вот называлось Урфом, они сохранялись в Крыму до, наверное, до времен депортации, и во многом даже они среди крымских татар делали, как вот эта традиция, они сохранялись, потому что ханафитский масхаб, еще раз скажу, вот эта религиозно-правовая школа ислама сунницкого, она наиболее толерантна к местной традиции, потому что, например, тот масхаб, который в Саудовской Аравии, ханбалитский, он наиболее не толерантен, но там полностью арабская почва, и поэтому там проще, а тут была почва не арабская, и поэтому вот был определенный компромисс. из источников, связанных с крымским ханством, мы знаем о том, что имело распространение, ну, как имело распространение, была представлена традиция религиозного служения дервишей. Были ли дервиши до крымского ханства в золотоордынскую эпоху, и если да, то как происходило их служение? Практически все, наверное, кто был, имели отношение к дервишеской традиции. Тот же упомянутый мной Абубакр Каландар был дервишем, возможно, дервишем тариката братства Мевлевия, можно упомянуть и Шамсаддина Аль-Кереми, который происходил из Крыма, был имамом в Иерусалиме, даже был имамом известной мечети Алякса, и в Иерусалиме, сейчас в старом городе, есть целый квартал, который называется Крымский Аль-Кереми, именно по имени вот этого похороненного дервиша Мухаммада Аль-Кереми. Но конкретно в Крыму, до того, как кто-то покидал Крым, или кто оставался там, конечно, это уже были распространены суфийские братства различные, и они играли значительную роль довольно, то есть это были как общины в общинах, и обители эти, там люди постоянно жили, учились, молились, проповедовали, их посещали религиозные деятели, потом даже мы знаем, что уже в период крымского ханства очень многие именно дервиши, суфии, они становились советниками, даже ханов, вот, но тоже вопрос отношения, например, там с политикой, он был, потому что многие знали, что сегодня у хана там милость, а завтра можно попасть в немилость, поэтому особо богобоязненные дервиши старались вообще отстраниться от власти и заниматься исключительно духовной практикой, не пытаясь снискать там довольства власти, но роль, которую они играли вообще в тюркском мире, в всем тюркском мире, в том числе и в Крыму, она очень велика. Так все-таки как происходило служение дервишей, на что оно было направлено, есть ли какая-нибудь такая вот мета-цель всего этого дервишского движения или нет? Не, но если говорить о духовной цели, то в зависимости от конкретной интерпретации ставилось себе за роль умиршление собственного я, воссоединение такое, ну, скажи, в символическом плане с Богом и потом опять же возвращение в собственное тело, но только уже в таком новом облике. Дервиши особый акцент делали на моральные принципы ислама, то есть определенные вопросы там этики, ритуальные вопросы ислама, тоже определенных ритуалов, вот эти зикры, так называемые, поминания, слова поминания Бога после молитвы, практически существовали так называемые ханаки, ханака это обитель, или завия, слово тоже для обитель, где вот был шейх, наставник Дервиши, где были его муриды, то есть ученики, и они там вот этими практиками в основном и занимались, и еще раз говорю, разные были, были кто-то более еще социально ориентирован, отдельные ставили себе, отдельные Дервиши, например, побуждали воинов к джихаду, отдельные принимали участие в военных походах, призывали даже к джихаду, отдельные, скажем, всю жизнь проводили в походах, были и такие, а другие, наоборот, пытались как-то воздержаться от этого всего и быть в этих обителях, постоянно пребывая, с этим были связаны целительские практики, они лечили, люди приходили к ним, вот там, и вся вот этот набор, скажем, средневековой религиозности, веры в то, что некоторые люди якобы ближе к Богу, чем остальные. То есть в какой-то очень-очень отдаленной аналогии что-то вроде христианских монахов? Да, это было похоже на христианские монастыри, отдельные Дервишевские обители, они, единственное, что, что практически мало среди них держались безбрачия, в исламе нет такого, ну, в отдельных только там тарикатах и туретка, это были семейные люди часто, но в какой-то степени, ну, их социальную функцию, ее можно сравнивать, да. Мы говорили о том, как распространялся ислам среди тюркского преимущественно кочевого населения или полу-кочевого населения Крымского полуострова, а вот что было с другими народами и городами, которые принадлежали к другим государствам на территории Крыма. Например, распространялся ли ислам в горном Крыму среди готаланов, распространялся ли он среди греков, византийцев в городах? Да, распространялся. Даже Ибн Батута упоминает одного из ученых, который принял ислам, был греком, но перешел в ислам. Ну, греком как? Греком это то, что, скорее всего, православный в данном случае. Были, были практически среди, практически в тот период же просто в Крыму происходил очень активный процесс формирования такой национальной общности. Был интенсивный культурный обмен, смешанные браки, даже были все остальное. И во многих случаях была часть исламизированных, то есть людей с корнями генуэскими даже, хоть это уже в более поздний период, и греческими, и армянскими, и даже еврейскими, которые исламизировались. По каким-то причинам эти люди принимали ислам. Это не было быстрым массовым процессом, потому что мы знаем, очень длительный период существовало христианское население в Крымском ханстве, и оно продолжало свое существование, были церкви, были молельни, но в силу доминирующего положения ислама, как и везде, вот эти переходы в ислам, они были довольно-таки типичными явлениями. Даже некоторые люди делали, перейдя в ислам, очень неплохую карьеру. В том числе религиозных деятелей. Ну и последний вопрос. Где на территории современной Украины, если можно очертить, проходила вот эта северная граница исламского влияния? Она совпадала с политической границей между золотоордынскими землями и княжествами бывшей Руси? Или ислам проникал глубже в Русь? А может быть наоборот? Это скорее русское влияние проникало на территорию Дэшты и Кипчак? Так как у нас граница тут, так как у нас население преимущественно Дэшты и Кипчака было кочевым, то и границу тут трудно какую-то провести. Но насколько известно, первые золотоордынские заставы во времена Галецко-Волынского княжества находились около Канева, на Киевщине. Вот наверное немножко на юг от Киева, туда в сторону Черкассы еще южнее, дальше на Полтавщина, Харков, южнее Харкова, ну и сюда в эту сторону Одессы. Вот эта линия, скажем, степной Украины, где степь переходит в лесостепь, скорее всего вот эту линию можно называть условной границей. Ну там с вариацией 100-150 километров. Вот потому что потом уже в более поздний период у нас было и известно Каменецкий Лет и Хотен там, это Османская уже империя, а кроме того даже на крайнем западе Украины, на Волыни, были потом вкрапления мусульманские, вот эти татары, которые жили в Великом княжестве литовском и тоже поддерживали связь и с Ордой в какой-то степени, а потом с Кремским хасом. Это такие вкрапления. А так даже по артефактам, по раскопкам мечетей, по другим документам мы видим, что вот эта граница лесостепь и степь вот где-то приблизительно тут и проходила граница, ну назовем так, западного и восточного мира в Украине. Что ж, большое вам спасибо за то, что согласились поговорить о такой непростой и такой интересной теме. Я думаю, что для большинства, абсолютного большинства наших слушателей названные и вами имена были услышаны впервые, ну тем интереснее, тем лучше и в конечном итоге, тем познавательнее получилась наша программа. Я благодарю вас за то, что вы сделали, за ваше согласие и, надеюсь, не в последний раз встречаемся. Напомню нашим слушателям, что гостем сегодняшней программы «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, руководитель Центра Исламознавчих студий в Национальном университете Острожской Академии. Михаил, спасибо вам. Ни в коем случае не переключайтесь. Программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио Крымреале обязательно с вами скоро услышится. Всего хорошего. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова